МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орудие пятерка! Добро пожаловать на завершающий матч нашей золотой цепочки, нашего большого летнего интеллектуального телевизионного лагеря, в котором участвуют воспитанники оздоровительных профильных лагерей. И вот слева от меня, такие красивые, улыбающиеся на синей половине студии, наши замечательные лидеры, участники профильного оздоровительного лагеря, лидеров ученического самоуправления при Гомельском интервью, ученического детей и молодежи. Они уже одержали две победы и рвутся к победе в финале. Лидеры слева! И справа от меня горящие местью мазыряне, которые приехали из оздоровительного лагеря гимназии имени Ян Купалы и жаждут, жаждут отомстить за своих младших товарищей, которых в прошлой игре обидели эти негодные лидеры. Мазыряне справа, красные! Начнем с нашей традиционной блеф игры «Донетки». Я обращаюсь к Милане Картузовой, капитану лидеров Милана. Кто у вас сможет сказать «да»? У нас сможет сказать «Алина» по традиции. Понятно, хорошо. А Александра Котова, капитан Мозыря. Кто? Рискнет Александр. Итак, «Алина» против «Александра». Вперед! Алина! 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 Начнем с самых невероятных «Донеток». Поехали. Верите ли вы, что на островах Фиджи есть соревнования по скоростному подъему на кокосовые пальмы? Верю. Конечно, там еще и не такое бывает. Плюс пять очков, первые пять очков в Капитан Мозыря. Верите ли вы, что когда мыши вырастают, они становятся крысами? Саша? Не верю. Конечно, мыши есть мыши, крысы есть крысы. Играем. Верите ли вы, что тибетцы, ну, жители Тибета, употребляют в пищу сухой чай? Алина? Не верю. Тибетцы, они еще и не то употребляют, я вам потом рассказал отдельно, но вот есть у них, они жуют чай, вот такая у них странная традиция. Играем. Верите ли вы, что мозг кита весит четыре тонны? Фальстарт у вас. Алина, за этим очень строго следит наш электронный судья. Саша? Не верю. А как вы думаете, что у него четыре тонны весит? Не знаю. На самом деле, язык у него четыре тонны весит. Вот прискорбный случай, когда мозг весит меньше языка. Играем. Верите ли вы, что статуэтка Оскара изготовлена из золота? Алина? Не верю. Да, она просто позолочена. Браво! Итак, 5-15, впереди Мозырь. Улыбаются, улыбаются коллеги мозырян. Начали, начали мстить их старшие товарищи. У нас дуэль игра. Вперед! Прослушайте, прослушайте темы пяти боев дуэль игры. Пишем. Это первая тема. Читаем. Второй бой. Три буквы. Вопросы, ответы на которых состоят из трех букв. Не чистая сила, дела духовные. Это 5 боев, 5 тем. И у вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Я забыла. Лидеры, как обычно, в лидерах по времени обсуждения. Мозырь спокойно отработал инструктаж и готов работать. Итак, Милана, писатель у вас главный в команде кто? Настя, человек, который пишет историю. Саша, у вас? Пойду я. Прекрасно. Итак, Настя против Александры. Вперед! Поехали, пишем. Эту бумагу из тростника придумали древние египтяне. Александра? Пергамент. Пергамент. Увы. Папирус. Папирус. Это правильный ответ. А вот русские в древнем Новгороде, где практически все были поголовно грамотными, писали на ней. Береста. Береста. Абсолютно точный ответ. Да. А вот чуть позже, в средние века, писали на выделанные телячьей коже, называя ее... Это слово уже прозвучало у нас сегодня. Александра? Папи... Пергамент. Папи... Пергамент. Пергамент, конечно же. Потрясающе. Обучение красивому письму в советских школах называли не каллиграфией, а как? Таша? Чисто писание. Это точный ответ. Хорошо. Ну и заканчиваем. Эти птицы поставляли приспособление для письма в ушкинские времена. Гуси. И это правильный ответ, Настя. Пятнадцать у лидеров, тридцать у мазырян. Ну что ж, следующий бой. Играем. Горький! Горький! В первом бою, в первом грибе мы говорили о письме, но пора прочесть то, что написали. Итак, кто у нас читатель? Человек, который читает с раннего детства. Иванушка. Иванушка. А Александра? Против Ивана пойдет сражаться Сергей. Иван против Сергея. Вперед! Читаем. Его перу принадлежит светлая романтическая сказка «Маленький принц». Прошу. Это Антуан, десент Экзюпери. Абсолютно профессиональный ответ. Великолепно. Вторую сказку об этой девочке автор назвал «Сквозь зеркало». Прошу, Сергей. Это Алиса. Алиса. А может автора еще назовете? Кэрол. Льюис Кэрол, он же Чарльз Людвидж Доджсон. Простой математик, но вот как писал. Играем. Эти песни их исполнители читают. Это рэп. Это рэп. Не работает порт USB. Одна из причин того, что компьютер не может прочесть ее. Флешка. Флешку, например, отлично. И заканчиваем. Он писал. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Допустим, Маяковский. Маяковский. Ну что вы. Старик Державин. Причем Маяковский. Ну. Нажми на кнопочку, получишь результат. Кто же? Есенин. На самом деле Пушкин. Не знаю, что отвечает. Отвечай Пушкин. Великолепно отыграл Сергей. Добавил 20 очков к результату своей команды. Еще стал 15-50. Мозри впереди. Лидер пора давать отпор. Играем. Вперед. Так, серьезный бой пошел. Милана, кого отправляем? Нашу палочку в рычалочку. Илюшу. Илюша, готовьтесь. Александра. Пойдет Альберт. Итак, Илья против Альберта. Вперед. Альберт. 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 Тема. Три буквы. У грузинов он харчо. Это суп. Это суп, конечно же. Поморы. Поморы наши северные мореплаватели на Белом море называли мыс. Точно так же, как мы называем часть лица. Но. Нос. Нос, да. Канин нос, например. Играем. У древних греков этим не поющим, а разговаривающим коллективом управлял корифей. Да? Хор. Это хор. Прекрасно. Вот мы называем повальную болезнь эпидемией. А наши предки были короче. Три буквы. Люди мерли, как мухи. Да. Мор. Мор. Мор, вы правы. И заканчиваем. Это слово присоединяет к фамилии англичанин, которого королева посвятила в рыцаре. Да. Сэр. И это правильный ответ. 25-65. Палочка-выручалочка пару раз сработала, стрельнула искрами. Молодец. Ну, а ваш соперник просто великолепен. 25-65. Мозли впереди. Следующий бой. Милана. Милана, пора звать на помощь нечистую силу. Кто у вас спец? К сожалению, мы позвем борца с нечистой силой, а не нечистой силой мы позвем Алину. Алина, готовьтесь. Александра, кто у вас борец с борцом нечистой силой? Никита. Никита. Алина против Никиты. Вперед. Алина! Итак, поехали. В доме, как известно, домовые. В лесу лесовые. В реке водяные. А в поле? Полевые. Полевые, да, есть такие. Играем. Именно ему жалуются, Алина, если шалит мелкая домашняя нечисть. Черту. Черту. У вас черты? В доме живут черти. Прошу вас. Домовому. Домовому, конечно, господи. Столько чумазеньких чертежников было в известной тавтограмме. Алина? Тринадцать чертенков. Понятно. Прошу вас. Четыре. Тавтограмма – это произведение, в которой все слова начинаются на одну букву. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Играем. Это приобрел у наивного мальчика Тима Таллера некто Че Трёч. Наоборот, читается черт. Смех. Тим Таллер или «Прудный смех». Великолепная книжка. Жене Сокрюса. Почитайте. И заканчиваем. В повести Гоголя черт перед Рождеством сумел украсть даже его. Рождество или подарки? Нет, это Гринч, похититель Рождества. А наши черти воруют более конкретные предметы. Месяц. Месяц он украл, да и все. Смотрите «Вечера на хуторе Близди Канки» или хотя бы прочитайте. Итак, 90 у мазырян, 25 у лидеров. Нужно что-то делать. Дела духовные. Миром Господу помолимся. Следующий бой. Вперед! Милана, я так понимаю, на дела духовные. Пойду молиться. Хорошо. Молитесь пока тихонечко. Александра. У нас пойдет знаток Библии Саша. Итак, Милана против Саши. Вперед! Святые отцы советуют исповедоваться откровенно, потому что исповедующиеся приносят свои грехи не священнику, а кому. Прошу. Богу. Богу, разумеется, играем. Из-за них в Европе уже не называют Рождество, Рождеством боятся обидеть. А вот эти самые мигранты исламские. Такое количество поясных поклонов смиренный верующий должен положить, входя в православный храм. Да. Три. Отлично. Браво. Этими двумя словами, обращением из двух слов, православный начинает молитву к Пресвятой Троице. Два слова. Господи, помилуй. У соперника есть шанс. Они обращаются к Пресвятой Троице. Пресвятая Троица. Все просто. Играем. И заканчиваем так. Христиане называют тех, кто исповедует фу. Многобожие. Да. Язычники. Язычники. Это правильный ответ. Итак, 30-100. Да, перевес почти в треть, но впереди еще у нас много чего интересного. Например, тест-игра. Вперед. Итак, тест-игра у нас символическая. И лидеры, чтобы поправить положение, должны отправить кого-то ориентирующегося в символах. Милана, кто это? Ваня. Ваня. Александра у вас? У нас идет Сергей. Иван против Сергея. Вперед. Ваня! 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 Итак, символика. Символы. Представили себе олимпийский символ. Пять колец. Так вот, в верхнем ряду олимпийских колец. Среднее кольцо. А. Желтое. Б. Красное. С. Черное. Ну? Б. Б. Красное. Да, никогда в жизни. Но? Еще раз можно? А. Желтое. С. Черное. А. С. Черное кольцо, символизирующее Африку. Играем. Символическую голубку мира. Символ мира, собственно, нарисовал в 50-м году прошлого столетия. А. Дали. Б. Пикассо. С. Шагал. Да? Это Пикассо. Да. Павло Пикассо нарисовал плюс 10 очков. Играем. Косой или Х-образный крест. Это символ святого. А. Андрея. Б. Андреевский флаг, даже вот перечеркнутые две голубые полосы. Играем. Круглое зеркало. Символ японской богини Аматерасу. Она – это богиня. А. Солнце. Б. Луны. С. Океана. Да? Луны. Луны. Нет, не луны. Итак, круглое зеркало. Богиня А. Солнце. С. Океана. Океана. Океан у вас круглый. Но это тазик, а не океан. Океан отражающий. Океан отражающий. Круглый главное. Солнце, конечно, ее выманивали из пещеры, когда у нее было плохое настроение. Пением петухов. Тогда она выходила. Играем. От древнего символа славы, лаврового венка, происходит современное понятие. А. Чемпион. Б. Лидер. С. Лауреат. Да? Лауреат. Лауреат, конечно. Лавр. Лауреат отсюда. И, по-моему, близко к разгрому. Но ее у нас еще много впереди. Чего? 40-120. Ничего. Слайд-игра. И на ней можно очень много чего. Поправить слайд-игра. Вперед. Лауреат. 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 И не просто белорусскую азбуку, а азбуку наоборот. С буквы «Я». Есть в команде лидеров такой герой, который сможет выйти и по-белорусскому отчитать нам от «Я» до «Т». У нас в команде есть гарная девчинка. Настя. На стуле выходит. Александра, у вас? Паспробую я. На перед. Лауреат. 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 Ничего жать не нужно. Мы начинаем с выигрывающей стороны. Начнем с Александры. Прошу, Саша. Якость. Якость, то есть качество, плюс 15. Хорошо. Играем с Настей. Настя. Юшка. Юшка уха. Великолепно. Саша. Не. На русском или на белорусском? Как на русском? По-белорусскому разговариваем мы с вами. Понятно. Электронность. Электронность. Не-не-не-не-не. Как этот прибор называется по-белорусски? Не знаю. А по-русски знаете как? Нет. Электролечильник. Зараз вы это ведаете. Гляндали. Шашка? Нет. Шпага? Шпага. Калиласка? Не ведаю. Шабля. Шабля. Дороженькие мои родненькие. Калиласка, Саша. Тихо, тихо, тихо. Тихо, студия. Я знаю, что когда на трибуне все очень умные. Три, две, одна. На стуле. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну, хорошо, начинаешь. Чарот? Чарот, так. Камыш, гэта Чарот. Добро. Это было 10 на подборе, если я не ошибаюсь. 10 на подборе. И ваш ход. Прошу вас, Настя. Цегла. Кирпич цегла, так. Калиласка, Саша. Не ведаю. Не ведаю. Калиласка, Настя. Мабуть, хлысня. Хлысня. А вот когда дают в лапу, это что по-русски? Зятка. По-белорусски гэта хабар. Хабар. Астяргайтеся хабару, Калиласка. На стуле. Я лічу, что зят. Слово, якое начинается на букву «ф». Белорусское слово. Фурманка. Фурманка, так. Телега, подвода, плюс 10 очков на подборе. Калиласка, Саша. Тихо, 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 тихо. Умные, умные. Три, две. Одна. На стуле. Узлет. Узлет, узлет, тело. Настя, добрая. Калиласка. Тихо, тихо, тихо. Они милые. Да, они мимишки, няшки, но тем не менее. Как их всех вместе назвать? Трус. Ауси, разом, ины. Трусы. Таким чином, кажущий по-белорусскому, Настя заробила немощимая. А я наскоротил разрыв до 40 очков. 105 у команды лидеров, 145 у Мозыря. Риск играя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, лидеры против Мозыря. Итак, лидеры против Мозыря. Лидерский лагерь в Гомеле против интеллектуального лагеря в Мозыре. Ну что ж, самый сильный, самый умный, самый выдержанный, самый-самый-самый-самый игрок. Милана, кто это у вас? Ильюша. Ильюша. Как штурмовик ИЛ-2. Будет штурмовать сейчас. Александра Котова, капитан Мозырян. Никита. Итак, Илья против Никиты. Вперед! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но просто богатырский поединок. Илья Муромец против Никиты Кожемяки. О, как оно бывает! Итак, внимание, правильный ответ. Плюс 20, неправильный, минус 20. Рискуем. Тема пишем. Согласно пословице, этот инструмент не страшен тому, что написано пером. Это топор. Что написано пером, не вырубишь топором. 125, 145, играем. Читаем. Ученые могут изучать литературу только первой четверти этого века. Боимся даже. Только первая четверть. 50-е годы этого века? Нет, 60-е. Что вы? Поздно, поздно. Я уже начал комментировать, извините. Я вас спас, может быть, от минус 20. Это 21-й век. Сейчас идут, скажем так, десятые годы 21-го века. А вы что хотели произнести? 21-й век. Видите, чуть быстрее нужно. Играем. Три буквы. Это и судьба, и музыка. Прошу. Три. Две. Одна. Илья. Лес. Как? На белорусском лес. Лес. Нет, к сожалению, лёс музыки. А вот рок-музыка есть и будет жить. Играем. Нечистая сила. В шкуру этого животного, домашнего животного, влез маленький паш Воланда во время визита в Москву. Мастера Маргарита. Что ж за маленький паш? Чью шкурку он уместился? Три. Две. Может быть, крыса. А вы, мастера Маргарита, читали? Вот, ну, ещё не читайте лет десять. Вот только тогда стоит взяться. Это серьёзный, взрослый, но красивый очень роман. Он... Не будете жить? Он влез в шкуру кота. Кот-бегемот так получился. Играем. И заканчиваем. Дело духовное. Он утверждал, что вера без дел мертва. Кто же он такой, утверждавший о вере, о делах и так далее, и так далее, и так далее? Вера без дел мертва никто не жмёт. Придётся мне за вас озвучить правильный ответ. Вера без дел мертва учил Иисус Христос. Всё очень просто. Илья сделал всё, что мог. Практически вывел команду на один шаг от сравнения счёта. Ну, а его соперник просто выдержанно жал там, где был уверен, и не жал там, где он не знал. Итак, я объявляю победу интеллектуального лагеря Модрия. Команда гимназии Янки Купалы. Это традиционные подарки и сувениры от телерадиокомпании Гомель на память победителям. Хотя, собственно, сувенир и на память – это одно и то же. Такое ощущение, что ученики гимназии Миньян Купалы сейчас проиграли со счётом 100-500. Где улыбки? Где радость на лицах? Где торжество победы? Вот, а как цветут улыбками те, за кого они отомстили сейчас в зале? Аплодисменты Мозырянам! Итак, наша золотая цепочка, наш большой летний интеллектуальный телевизионный лагерь завершён. Завершён он двумя блестящими победами лидерской команды и одной хорошо такой забитой точкой, которую поставили наши гости из Мозыря. Это гимназия Миньян Купалы, а работает с этими замечательными детьми Ростислав Маркович Меневич. Почему он их привёз сюда? Потому что знает, знает главное правило. Смотрим пятёрку. Получаем десятки. Играем! Субтитры подогнал «Симон»